Друзья, всем привет! С вами Страйкс, мы продолжаем играть в Toshioners. Я тут закачал атмосферку обратно на нашу станцию, чтобы все вернулось, как говорится, на нормальные режимы. Правда, FPS, конечно, уже все сдулся, и, к сожалению, это единственное, что нас может ограничить по этому сейву, это наш FPS. Давайте покажу, что я делал не на запись, и дальше будем решать вообще, что мы будем делать с этой станцией, потому что, сами видите, все падает. Вот. Закачал обратно атмосферу, сильно надувать не стал, сначала думал вообще 55, вот, ну, накачал вот 65 КПА, это у нас... А, у меня нету, да? Надо хотя бы джетпак взять. Здесь же у нас все, да. Давайте джетпак возьмем с собой. Хотя, наверное, нам надо на улицу тоже, поэтому давайте на всякий случай скафандр тоже возьмем. Вот. Скафандр все на автомате работает. Единственное, я нашел минус вот этого чипа настроенного, в том, что он учитывал только наличие положительного газа для дыхания, но не учитывал моли. А для нашего скафандра как раз моли тоже важны. И вот 68 моли, ну, вот здесь вот, да, минимальное, чтобы ему все было хорошо, и наш космонавтный рукав стоит 52 моли. Вот. При них он не ругается и не говорит, что ему там что-то мало. Где-то при 50 он говорит, что Oxygen Low, и где-то 49 он уже говорит Oxygen Critical. То есть вот такие вот у него значения. Поэтому, если сдуть немножко у нас тут атмосферу, то, возможно, мы выйдем на какие-то критические значения, там, в 50 значений, да. Ну, в принципе, 52 можно сделать, там, 55 и успокоиться. Я думаю, что, может быть, так и 55-то и будет КПА. Ну, в общем. Ну, у нас здесь территория большая, поэтому у нас тут в любом случае на азоте. И в любом случае разбодяживаем. Единственное, что сейчас из-за того, что мы отдельно гидропонику сделали, здесь у нас уже по факту не нужен СО2. Ну, если только для цветов и для резервного вот этого вот Харвика, да. Поэтому можно, конечно, СО2 здесь размиксовать хотя бы, если не убирая его из уравнения, потому что у нас здесь все настроено на троечку, да, на трехпроцентную атмосферу. Трех, точнее, составную, да, у нас здесь 25, 25, 10, 65. Ну, оно сейчас по-другому, просто когда съедается, да, то оно как раз растениями, получается, один кислород тут процент дает, один процент мы съедаем, и получается как раз ровненько. То есть, выставив 24, 65, 11, у нас как раз примерно будет 25, 65, 10 при работе, как бы, нашего космонавта и растения, да. Растения будут один выдавливать, и мы будем один выдавливать. Вот, это я специально сделал, чтобы там ровненькие эти проценты были. Итак, сейчас тут все докачается до 1000 и успокоится, да, осталось 100 КПА. Ну, в принципе, у нас и азота осталось на 100 КПА. Как раз все ровненько, чутенько все уходило. Вот, и... Также я еще сделал... Не на запись, видите, в два раза больше дает у нас солнечные. Визуально это не видно, но по факту объединил вот эти две панели между собой. Теперь у нас получается, что вот эти модули, вот этот, и тот, который за печкой отвечает, и где ракета, они получают столько же энергии, сколько и кольцевой модуль, потому что кольцевой у нас в две панели, да. Если вы помните, вот сюда уходит двойная, и сюда уходит двойная, а здесь, получается, на одинарную все было. Поэтому здесь я визуально это не видно, но вот здесь вот проложил провода. Их видно, в принципе, только при близком контакте-подлете, поэтому все нормально. Так, ну тут все хорошо. Давайте покажу дальше. Здесь я поставил еще раз чипы. Думал на эту стенку, потом решил, что у нас сюда все влезает. Я думал, что не работает ставня при двери, не отработает, все хорошо. Поэтому влепил сюда еще четыре чипа, один увел с лифтов, который мы там делали на свет. Он сюда ушел, второй сделал на кнопочки просто, чтобы работали кнопочки на электролайзер и закачку кислорода из теплого баллона нашего атмосферного в холодный баллон для разбодяжки на топливо. Вот, еще думал водичку подключить, но потом решил, что воду можно объединить в единый баллон. Ну, как бы он разъединен только нашим тем фильтром, не фильтром, а на закачку, да, там отдельный баллон. И мы перекачивали вот этой вот помпой туда-сюда. И также я поставил здесь охлаждение через водичку. Здесь у нас был наоборот, здесь вентиль, здесь был электровентиль. Вот, я поставил сначала на газ, а потом решил, что зачем нам газ. Туда надо, во-первых, его закачивать, да, если мало будет, он не будет работать. Вот, потом там эти радиаторы. Вода у нас всегда холодная, она не нагревается. Ну, по крайней мере, здесь точно. И почему бы не использовать, к тому же у нас там труба уже воды была подведена для питья. Я решил, что поставлю сюда водянку. Ну, сейчас она на автомате, поэтому она сработает на 26%. Откачает нам на 22% и выключится. И поэтому, думаю, пусть будет на воде, почему бы нет, водное охлаждение. Также поставил сюда на центрифугу и recycle утилизатор на автоматику, чтобы они автоматически включались, если что-то туда попадает. На утилизатор можно вручную кидать, точнее, в принципе, вручную кидать, потому что нам ничего не надо утилизировать. На автомате просто вручную закинули что-то, как в мусорку, грубо говоря. А центрифуга подхватывает от утилизатора. И, в принципе, можно еще в идеале подключить транспортный от расширенной печки будет с центрифугой. Потому что дуговки у нас на центрифугу ничего не выкидывают. А вот расширенная может выкинуть. И вот там еще тогда придется поставить один сортировщик, который будет нам реагенты отсекать от основной трубы. И кидать на центрифугу. Поэтому центрифугу здесь подключил. И также настроил газмиксер. Он сейчас пока выключен, потому что я коплю кислород с водородом, чтобы потом хорошо так разбодяжить. Чтобы четко разбодяжить, потому что если там газа нет, то он разбодяжит неровно. Но это понятно, это также работает и с атмосферой у нас. То есть если у нас, к примеру, азота нет, то как бы вы там красиво код не написали, он все равно не разбодяжит вам ровненько, потому что у вас нет какого-то целевого газа, который используется. Поэтому пока что я выключил, чтобы у нас просто зазря этот миксер там не работал и ничего не выкачивал. Здесь сделал также вот такую приборную панель. Включает нам все вот эти лампочки. Все вот эти дисплеи, которые показывают. Ну вот сейчас там минусовая, да? 380 здесь, 192 здесь, но здесь правда минус хороший такой. Вот это у нас здесь два баллона. Ну точнее один кислородный здесь. Или даже вот здесь. Водородный у нас здесь. Ну короче, два водорода, кислород, они у нас через радиаторы охлаждаются. Кнопочка у нас на закачку из теплого баллона в холодный. То есть я могу здесь высосать немножко кислородика, подкачать сюда. А здесь у нас от батлгейза разбодяжка на топливо. Поставил я 33 на 67. Хотя я думаю, ракета будет летать почти из горелки топлива. Просто сам просчет именно топлива, она распишет немножко другое. То есть там расход просто будет другой и все. А она будет летать, я думаю, что там 50 на 50, наверное, на батяже все равно будет летать. Такое ощущение есть. Также поставил сюда кнопочку на электролайзер. Но он жрет 3 киловатта. Качает достаточно так медленно, я бы сказал. Не очень эффективно в данном случае. Но что бы было, пусть будет. Здесь у нас 67 на 33. Но это подавление очень мало, поэтому я еще ничего не бодяжил. И также стоит охлаждение. Вот. Это что касается топлива. То есть, в принципе, здесь осталось только печку сделать. Топливо уже готово. Оно бодяжится, я проверил. Все подходит. Вода у нас общая. Вот здесь я сделал вот этот вот центрифугу-утилизатор. Утилизатор спрятан в этом кубе. Центрифуга спрятана вот в этом кубе. Ближе уже, точнее, дальше подвезти не мог, потому что там уже все занято. Здесь наверху все занято. Сортировщиками, всякими трубами. Вот. И почему здесь? Потому что нам надо в любом случае отвезти куда-то. Либо на дуговке, либо на ту печку. А так как здесь у нас отсекает, куда это полетит, да? Вот эта вот кнопочка у нас отсекает либо печь, либо дуговка. Вот. И здесь у нас на автомате, то есть если сюда закинуло, оно включится. Но если вдруг приспичило, можно включить и вручную. То есть я сделаю туда и туда. И вот здесь можно центрифугу самому включить. Если вдруг что-то там попало, не дожарилось. Вот здесь отдельно на центрифугу, здесь отдельно на утилизатор. Утилизатор сразу идет на центрифугу. Вот сюда, на центрифугу, также можно вот здесь, наверное, провести трубу и увезти ее туда от печки. Но придется поставить еще один сортировщик. Вот. Перебирать пока что неохота, потому как неохота. Уже закачал атмосферу. Пусть будет. Пусть будет пока так. Вот здесь, кстати, я не делал выключение на эти кнопочки. Ракету немножко дописал. Подписал в нее лампочку. Подписал в нее... Так, а что? Не включил... А, там пятерочка. Подписал еще вот этот спикер, громкоговоритель. И ракета теперь, когда возвращается, она нам сигнализирует. Сейчас покажу. Там небольшая часть. Буквально две строчки дописал. Не люблю, когда красная. Вот здесь, вот в этой части возврата домой, да, return home. Здесь, когда у нас все проверилось и в пятерочку выставилось. Проверяю модификацию ракеты. Если она равна пятерке, то у нас горит лампочка по хэшу. То есть все лампочки. И у нас спикер говорит на режиме 35. Это как раз ракета лаунчинг. То есть rocket launching. Правда, он не повторяет, он один раз нам скажет. Но, в принципе, этого достаточно, да, чтобы люди, которые здесь бегали, поняли, что ракета возвращается, что на вот этой площадке не стоит оставаться. Плюс, так как я делал лампочки, они же мигают везде. Мигает и вот здесь лампочка, там сигнализирует и наверху лампочка. То есть полный, и вот эта лампочка мигает. То есть все вот эти вот сигнализируют именно вот в этом отсеке, что сейчас ракета идет на возврат. Во-первых, это видно, ну, как бы не надо быть там, да. Если лампочка загорелась, значит, ракета летит. Вот, удобно. И плюс тот, кто, к примеру, хотел выйти в шлюз там, да. Так, все, залагало. Выйти в шлюз там, да, сюда куда-то пролететь. Он будет осведомлен, что сейчас ракета возвращается. Здесь нефиг делать, как бы. Особенно на нижней площадке. Просто, возможно, кто-то хотел выйти и туда вот перелететь в тот отсек, да. И он увидел вот эту лампочку. То есть ему надо быстрее сюда спрятаться, чтобы ракета со своим огневым не спалила ему ничего. Вот. Также сделал здесь вот такой вот мини-закуток. Вот, проходная такая. Где будет такая секьюрити бабуля сидеть. И контролирует все, кто проходит вот в этот шлюз или из шлюза. Он такой, куда пошел? Он такой, у меня здесь мама работает. А, ну, проходи. Вот, и все. И как бы вот так вот. Ну, мне кажется, нормально я организовал площадь пространства вот этого вот. Здесь у нас выкачивал я... Мы в прошлый раз ракету запускали, да. Прошлая серия. Мы делали еще одну добывалку на ракету, да. И ее как раз испытывали. И я... Здесь у нас нашлось, сейчас скажу, 19 кусков на водород. И 50, по-моему, 6 или 53 воды кислород. А может быть даже и просто воды. Потом, ну, как вода там и кислород выделяет, и получается ее... Короче, все там нашлось. И вода, и кислород, и азот был. И 108 у нас кусков чего-то там. Вот. Это у нас получается кислород именно на бодяжку. Это водород у нас тоже на бодяжку. А это у нас вода общая. Общая в смысле труб, да. Видите, water pipe. То есть это именно трубная вода, которая по трубам. Не та, которая в том баллоне. То есть в том баллоне у нас отдельно считается. То есть если мы захотим перекачать, мы можем перекачать в тот баллон для хранения. Вот такие вот у нас изменения. В принципе, кроме печки, у нас сделано абсолютно все. То есть полностью готовая база. Могу отдать в хорошие руки. Если у вас стабильный FPS, если у вас более мощный компьютер, чем у меня, можно в нее играться. Потому что сейчас вот у меня осталось 15, да. 15... Ну, 8-7 прыгает. Это с записью, да. То есть без записи у меня где-то 17-19-20 день местами. То есть в теории без записи можно играть, но это уже такое себе, да. Без записи я в игры не играю, поэтому мне это неинтересно, как говорится. Вот такие вот дела. А так, в принципе, все готово, все работает. Все у нас тут хорошо. Я тут тестировал, ребята, не на запись этого жука. Выплюнул я, значит, его вон там. Потом успел отбежать. Закрыть вон там шлюз. Точнее, я бежал вот по тому коридору. Я вот так закрыл шлюз и решил вернуться отсюда. Я возвращаюсь вот отсюда. И он из вот этого состояния, где-то посерединке он там был, в мою сторону топает, ребята. То есть у него есть какая-то логика просчета, там, не знаю, поиска. То есть он был выплюнул, и он такой топает в мою сторону. Я испугался, естественно, бегу. А он быстро достаточно бегает. Я бегу, и вот здесь я успел нажать дверь закрыть. Вот, дверь закрылась. Он остановился возле компьютера. Я даже дискорд выкидывал, там люди поржали. Вот, типа жук-программист. Вот, потом оббежал вот так вот круг и здесь закрыл. И у меня жук остался вот в этой комнате. Вот. Также я успел уже и взорвать. Полбаза тут, думаю, в надежде вернуть фпс какой-то. Думаю, сейчас взорву полбазы. Вот, нагрузил вот этот шлюз. Тоже в дискорд скидывал картинку. Загрузил вот этот шлюз этим самым всяким динамитом там. И, как его там, топливо там закинул, гранат какие-то подзакидал сюда. Вот, все на дистанционку. Отбежал вот в эту сторону. Я, наверное, прикреплю это к видео, да, чтобы это было видно. Вот, я сюда такой отбежал. И вот в эту сторону смотрю такой. Ба-бах. И там все разорвало. Ребята, оторвало полностью весь отсек. Прям ровненько, четенько. Вот так оторвало. И вот на той стороне тоже ровно по вот эту вот штуку оторвало. И главное, и там шлюз цел, и здесь шлюз цел, и ничего не пострадало. Но весь вот этот вот отсек, вот этот вот, он полностью был уничтожен. Вот это было интересно. То есть, хватило ровненько так, чтобы отсек взорвать. Вот как-то так. Я развлекался, конечно, тут делал, что не надо делать, как говорится. Но, в целом, тут все работает. Все хорошо. Ракет летает. Ракет летает, это хорошо. Давайте, может быть... Так, нам надо бодяжку там, да, чтобы тестировать. Давайте, наверное, ракету опять отправим. Пусть она летит, нам добывает. Заодно уже с атмосферой. Послушайте, как у нас тут заработает вот это вот Rocket Launching и вот эта лампочка, да? Вот. Единственное, я заметил ошибку, выдает ракета. Заметил это чисто случайно, когда бегал с планшетом. Проверял провода. И там, ну, когда проводка там все показывается, и там ракета выдавала ошибку. Ошибку выдавала на строчке, по-моему, разгрузки. Нужно будет это потом посмотреть, что там. То есть, получается, что она прилетела и хочет разгрузиться, но она там все уже разгрузила. И, по идее, по идее, она не должна там ничего выдавать ошибку на открытие вот этого, как его, я прописывал, чтобы он открывал модуль сайла, да, вот этого хранилища. Если там что-то есть, и ракета прилетела. То есть, ракета стоит на базе, и там что-то есть. Но получается, что она... Там надо этот параметр переписать. Давай, наверное, сейчас это сделаем. Так, это у нас, по-моему, в экспорте, да, rocket.export. Так, что у нас тут происходит? Давай посмотрим. Так, quantity. Считываем параметры. Это у нас лампочка. Rocket mode. Вот, если rocket больше одного... А, нет, если равен нулю, то здесь единичка, соответственно... А, нет, наоборот, это больше, если больше нуля... А, стой. Вот, поэтому, наверное, да? Так, ну-ка, стоп, 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 стоп. Что-то тут немножко мне не нравится код. Так, давайте проверим. Сначала у нас там сейчас, какие буковки вообще пишутся. Английские. Такое ощущение, что отца из-за этого выскакивала ошибка. Так, смотрим. Это у нас на... На этом... На дисплей, да? На LED дисплей. Дальше у нас считывается модификация ракеты. Если больше... А, все правильно. Если больше quantity, если больше нуля, что-то там загружено, здесь единичка. Дальше я здесь сравнивал троечку. То есть, если модификация равна троечке... Ой, троечке нолику, то есть ракета прибыла, да? То здесь тоже единичка. И дальше я сравнивал. Если и ракета прибыла, и в нее есть что-то есть, то здесь единичка. Она открывала... Не, ну вообще все правильно, по идее. Пишите в комментариях. Ведь я как бы верно сделал. Тут как бы ошибки-то нет. Это... Ни с чего давать. Или он просто модификацию не ноль считает. Просто здесь, по идее, когда она прилетела, она потом нулем становится. И именно после нуля она разгружается. То есть, я не даю команду разгружаться, когда там она в космосе или еще где-то. Поэтому... Так, у меня открыт шлем? Открыт. Я должен все слышать. Так, сейчас скоро уже вернется ракета. Она нам добыла уже 151, 153. Чего-то там. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас, если этот... Если этот код... Сейчас, давайте-ка пока... Это у нас на что? Это у нас атмосфера. Почему нельзя переключить какой-то кнопочкой сетевой кабель? Здесь у нас ракет. Ну, сейчас она прилетит. Ух, блин, я аж испугался, ребят. Вот так громко над ухом прям. Все, ребят, заработало. Вот видите, и там сигнализирует, и вон там сигнализирует, и наверху сигнализирует. То есть, везде у нас этот самый... Жалко, что не слышно вот этот прилет. Она прям так бах! И прилетает в атмосферу. То есть, вход в атмосферу у него прям достаточно такой эпичный. Но это кто играет на планетах, да, и там слышно это все. Она очень классно такая прилетает. Там прям... Она и взлет у него крутой, и посадка. Немножко завидую я тем, кто играет на планетах, потому что я не слышу, как летит ракета, да? Вот. Но... Как вы видите, работает. То есть, код еще дописал. Вот. И давайте посмотрим. Сейчас она разгружается. Нет, она сейчас не разгружается. Давайте проверим, что происходит с ракетой. Так, понятно. Если не переключаются странички, да, видите, я сейчас включу, но она не переключается. Глюка, ну, картридж. Надо в их тащить и обратно в тащить. Сунуть, вынуть, грубо говоря. Вот теперь переключается. Так, давай смотреть, где у нас ракета. Р-р-ракета. Ракета, ракета. 20-10 страниц, ты прикинь. Так, что-то там было, ракета нет. Не ракета. Не ракета. Центрифуги всякие. Вот. Айс-майнинг, модуль, выключить, выключить, 0 ватт, закрыть, ошибка. Что с ним происходит? Непонятно. Возможно, это просто баг, я об этом не знаю. Видите, он выключить, он просится выключиться, закрыться, и выдает ошибку. Непонятно, что с ним происходит. Вот. Возможно, он хочет просто разгрузиться. Ну окей, давай разгрузимся. Так, пошла разгрузка, там все включилось. Айс-майнинг разгружается. Вот оно, 2. 10 тоже уже, 4 выкинул, да? Так, запоминаем, здесь было 108, здесь по нулям. Ракета прилетела. Так, а подожди, а когда разгружается, все равно ошибку выдает, да? Подожди, а только Rocket... Нет, не только. Rocket Sile тоже выдает ошибку. То есть выдает вся ракета, по сути, да? Нет, смотрите, Rocket Main, то есть основная ракета, не выдает, закрыта. Получается, выдает ошибку хранилища. Выдает ошибку... Айс-майнинг. Может, там что с вот этими вот стыковочными не то? Кольцами. Кстати, а где у нас эти полоски? У нас здесь стрелочки были. Может, они глюканули, вот эти передатчики? Видите, вот здесь у нас сейчас, кстати, нету стрелочек. У нас здесь стрелочка была какая? Вот здесь у нас хранилище, вот здесь стрелочка была наверх, а там стрелочка у нас была вниз. Может быть, глюканули вот эти вот кольца? Вот эти вот. Потому что сейчас я вот не вижу на них стрелочки. может поэтому передачи там как-то не не так идет пересобрать ракету так мы ждем пока разгрузится здесь кстати подписал дисплейчики теперь видно что rocket мод это вот эта беленькая синенькая это соответственно количество в загрузке и мануал мод это именно вот ручная выставка на ракету то что вы выставляете так ну сколько там у нас уже добра водорода слушайте в этот раз побольше прям хорошо привезло 21 22 18 чего-то там и льдов 170 уже это получается сколько было там нормально такое ощущение что он прям в в этом самом в этой зоне которая добывала было больше водорода да ну там рандом понятно что там какой-то произвольные числа стоят где чего найти сейчас мы обязательно все это дело перекачаем посмотрим так уже 80 кусков у нас мы нашли так видимо водород закончился пошел пошел в льды кислород 33 34 ну 32 водород уж хорошо нашли это считает что топливо чё там у нас семерочка до осталось но все остальное скорее всего льды единичка нолик так все ракета по идее отработала вот смотрим будет выдавать да все равно ошибку тыкает рокета из модуль хорошо давай я сайла выключим так она какой вкладке было кто помнит не меня вижу ошибку обесточена ошибка сокет выключить обесточена ошибка это может быть просто ошибка выдается то что обесточена они смотрит все равно выдается ошибку прыгает такое ощущение что она хочет выключиться здесь сайла до прыгает ну как бы работает и ладно принципе работа свою делает разгружается там то что ошибка ну да все равно прыгает не знаю чем связано пишите в комментариях работает в общем ухты нормально так привезло нам руды смотрите сами считайте сами как говорится было по нулям здесь 108 было до нормально так привезло получается 42 36 и 202 ой 100 102 102 привезла руды 38 водорода 42 либо кислород там половина либо вода половина непонятно но привезло очень даже неплохой результат для ракеты насколько она там была загружена 1400 что-то там да по-моему или 1844 какой-то там год непонятной загрузки так давайте обновимся здесь я еще один мир создал на европе этот самый ну скажем так со своей атмосферы чтобы тестировать просто отдохнуть от vps до когда там заход заходишь в новый мир там нету ничего и у тебя 250 fps и ты такой рай это край просто хочу просто там быть вот кстати сохраняется он очень долго этот мир да ведь он там крутит 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 там сохранится за секунду просто нажал все сохранение уже ушло там просто рай вот здесь вот в углу сейчас пишет 37 но я бы был очень рад 37 фпс но нет сейчас он пишет 125 37 в менюшке 37 38 да а по факту 10 8 ну все это уже на такой неиграбельный fps который просто страдать страйкс будет вот но осталось недолго чуть-чуть дожить до печки вот чуть-чуть тут еще вроде все работает ничего не тратится все хорошо так проверить еще бы нам как бодяжится да как бодяжится но я думаю что он нам просто очень быстро разбодяжит и при этом я просто даже не успею ничего сюда согнать на так для а давайте пойдем посмотрим остался ли у нас кислород чтобы его перегнать потому что если там тысяча в принципе нам кислород больше тут то и не нужен он будет появляться за счет растений так ну здесь все практически докачалось но не совсем все слушайте у нас не так-то много понятно что здесь несмотря на то что из 279 кп а это на самом деле очень много там всего потому что у нас по молям там ой точнее моли тоже не особо не особо но все равно 698 молей то есть там не это немало просто это все с учетом труп потому что здесь можно докачаться немножко немножко до качаться хотя бы до ровного значения хотя здесь ровно и не будет так как у нас разный разный этот минус на здесь в принципе больше потому что у нас минус больше ну давайте двести двести сколько там все равно охлаждается до успевает охлаждить и ну-ка 108 107 да здесь много радиатора здесь она все равно охлаждается но точнее наоборот сейчас нагревается но так давай наверное догоним до 68 успокоимся чуть-чуть так очень что где-то ошибка выскочил не ошибка этот как его так еще 20 значений и попробуем разбодяжить разбодяжить как раз мы подойдем примерно на один уровень охлаждения 99 ну да вот-вот примерно одинаково да ну точнее не примерно одинаково но 60 сколько 4 66 67 68 да но здесь 97 на 7 градусов у нас тут ниже да получается пойдем включим посмотрим на сколько у нас там все это разбодяжится ай слушай а чё и нет все равно сюда бежать потому что здесь включать и на здесь включать так очень много у нас тут всего так а где у нас где-то внизу по моему где-то внизу вот он самый нижний почти так так здесь у него поставлена температура да здесь у нас поставлено давление давление поставил на нолик ну давайте мы нам куна подяжен ну допустим 500 кп а да чтобы много особо не нет тащить туда кислород водород на 500 кп а надуем 67 у нас выставлен так газ миксер экспортнули экспортнули на в принципе автоматика так ты чё-то еще осталось вы как быстро ты сдул сам все сегодня больше нету ничего успел там на воде жить на ну да в принципе 67 на 33 ровненько смотрите 364 кп а ну не хватило топлива откровенно говоря на не хватило просто топлива вот понятное дело просто не хватило сейчас если будет кислород да он у нас немножко докачает сколько там водород еще остался а ну тут 1 кп а в принципе уже все нет но ровно работает сушите код хороший все хорошо считает все хорошо считает то есть у нас получается теперь и топливо есть можем бодяжить для и ракет летает нам принц привозит все так здесь поставлю ноль их чтобы он больше нам пока ничего не качал кстати они так она не работает да думаю может крутил какую поставить чтобы выкручивать сколько на топлива намесить все он успокоился же да да ну ровненько смотрите там было сколько 14 кп намутила нам 360 ну 350 кп а будем так плюс минус там до надул и ровно 33 на 67 как мы и поставили вот все ровненько здесь истратил все возможное нам эти давление все в трубах наших теперь по идее нам надо просто открыть им бодяжку на этот самый на добычу водорода кислорода да вот так вот хопа и пойти посмотреть сколько там а ну можно и не ходить вот она же вот она же вот и да добыть водород себе ну и соответственно кислород с азотом тоже добыть ну вот водичка там сейчас идет и кислородик идет на кислород уходит у нас на общую миссилку миссилку дробилку сейчас покажу куда она летит я решил что нужно обязательно через фильтр делать потому что у нас от воды все равно добывается азот и поэтому нельзя кислород вот эту вот отдельную трубу кидать чисто на кислород она у нас попадает вот сюда то есть это у нас анализатор фильтрационные трубы весь сток летит сюда грубо говоря а потом летит на фильтры то есть это это грубо говоря труба фильтров который показывает нам что летит вот сейчас туда летит и кислород мы добываем причем достаточно много добыли 700 молей вот и азот летит то есть вполне вполне есть и то и другое то есть мы живем спокойно несмотря на то что у нас нет астероидов в этой в этом мире мы выживаем у нас копится и кислородик и азотик купится да сейчас мы даже выведем скорее всего выйдем на нормальную уставочку чтобы у нас все отключилось сейчас у нас накопится и получается у нас вот этот вентиль тоже вырубится но как раз азот не хватало так что ракета спасает воды у нас здесь не прибавляется но так как у нас вода ушла в трубы вода ушла в трубы можно просто ее чуть-чуть перекачать у нас там больше пятьсотки да и вот здесь вот она сюда сейчас перекачивается но это так это если нужно слить чуть-чуть воды как говорится температура хорошо держится принципе тут не особо то что-то нагревается вот это сейчас пока что ниже потому что опять же сюда летит сейчас холодный газ 273 до кельвина это холодненько вот соответственно вот здесь вот она пока что не эти комнатной температуры в дальнейшем она потом сравняется примерно будет как здесь потому что будет срабатывать вот этот регулятор и откачивать все лишнее нам и будет вот тут даже минус вот видите какой там холодный газ что аж минус стало здесь вот это вот как есть 20 градусов так есть вот азот вообще холодный полетит так ну что там у нас ну почти почти-почти почти-почти да и кислородик остыл видите как двенадцати и шесть и холодный газ подается сколько там еще есть что-то ой слушайте тут мы тут достаточно нормально так один напасил почти 600 кп так хочу у нас по водороду о водород смотрите один мега паскаль намутили неплохо неплохо кстати практически практически нормально у нас тут выставлены эти по температуре тут все пойдет пойдет бодяжится вот сюда можно закачивать только сейчас тепленько видите летит но сразу охлаждается 10 и 7 10 и 6 то есть у нас срабатывают регуляторы там добавили тепло теплообменник который работает вода 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 газ и газ газ и можно две трубы уравнивать температуру ну и давление соответственно там будет уравниваться от температуры там будет повышаться или понижаться в зависимости от того нагреваемую трубу либо охлаждаем поэтому можно будет строить холодильники и более хитрые системы это я думаю в печке пригодится тоже кто-то будет что-то мутить новенькое в общем все у нас работает все хорошо топлива теперь можем бодяжить сами когда ракет прилетает мы сами можем бодяжить либо через электролайзер у нас есть много воды либо через вот эти все системы тут как бы все у нас хорошо на посмотрим сколько водички там нам намутило и все ли перри перри жгло так смотрим все у нас все отработало здесь можно выключиться все эти эти вентили вентили швентили 700 кп воды у нас 200 с чем-то да у нас 500 чем-то было 200 кп а ну водички немного кислород видимо в этот раз был и много водорода нормально 1 мега паскаль намутили ничего же не было да полностью мы все там сожгли и вот считай 1 200 намутили кп а вот так что все хорошо и это еще можно переплавить вот эти здесь то тоже газ по сути энергия то есть когда будем жарить вот эти эту руду то там еще будет горячий газ мы можем и его использовать в принципе сейчас он там что-то есть вообще у нас здесь так ну да вот 200 кп а чего-то там углекислый азот токсины ну токсинов много и закись азота она потом пригодится медицина добавит будет закись азота нужно для усыпления там всяких человечков вот как то так ребят продолжаем играть продолжаем выживать как вы видите у нас практически завершена база станция готова осталось только намутить все автоматику на печку вот и все но я сами знаете кого жду да вот не буду намекать вот и просто у меня мозгов ребята нету столько я не соображу как это сделать на автоматику честно признаюсь у меня знаете какой автоматика вот я кнопочку нажал там лампочка включилась вот это я могу не ну я как бы с ракет собрал по сути на автоматику это наша автоматика я ее догадался как сделать по крайней мере уже хорошо уже прогресс идет на все само разгружается и нагружается тоже как бы не стоим на месте может быть когда-нибудь дойдем до более сложных схем но пока что нет пока что это все сложненько вот но все равно есть куда стремиться вот встречи или надеюсь встретимся вот возможно будем пилить печку уже следующей серии вот как только допилим я полностью так как база вся перекрашена сделано снаружи и снутри все подготовлено то я скорее всего просто перезалию сейв стим и на этом мы на скорее всего этот сезон в космосе завершим потому как ну мы здесь уже все сделали ну просто что строить уже не то чтобы я по строительству не хочу здесь что-то делать да я бы сделал эту базу совершенно стиль зеркальный чтобы в правую часть ушло туда после модуля в такую такие же отсеки как и здесь я даже там принципе начал строить но у меня не креатив закончился у меня фпс закончился поэтому как бы вроде бы 18 вот сейчас 19 прыгает да но это такое себе вот посмотрим может быть и продолжим а может быть и нет если они выпустят какой-то супер фикс патч который нам вернет хотя бы там 10 фпс туда будем продолжать ребята так что пишите комментируйте ставьте лайки подписывайтесь на канал всех жду на следующую серию если не в этом сезоне то в следующем обязательно увидимся пока пока